Итак, друзья, сегодня у меня воскресенье, и я хочу начать новый наборчик, потому что я закончила вышивку свою многострадальную от фирмы Анкор. И наборчик, который я начну, вот такой вот от жар-птицы, такая вот свинка. Хочу кое-кому на Новый год сделать подарок. И давайте откроем, посмотрим, что у нас в наборчике. И, скорее всего, всю эту неделю я буду вышивать этот набор, ибо неделя у меня такая слегка попроще, с рабочей, так сказать, точки зрения. Итак, вот такой вот наборчик, 10х12 см нам производитель обещает, 13 цветов, нитки мулине, пластиковая основа и схема. Дизайнер Анжелика Иванова. Итак, не буду я вам показывать схему, сейчас я быстренько гляну, и скажу вам только, что она ровным счетом выглядит точно так же, как и во всех наборчиках жар-птицы. Черно-белая, ключ, три бленда, очень милая хрюшка, свинюшка. Так, здесь у нас находится с вами как раз таки правило по финальному оформлению, о том, как сшить работу. В предыдущие разы я эту бумажку опрометчиво выбрасывала. И вот такая вот инструкция о том, как вышивать. Ну, это всем известно, полукрест-крест, как закреплять ниточку. В общем, ничего суперсложного. И вот, собственно, сама работа. Небольшие такие кусочки канвы. Мне кажется, меньше, чем у единорога и, естественно, меньше, чем у ангелочка. И ниточки. Ниточки замечательные. Ниточки симпатичные. Такие они прям розовенькие, ну, естественно, так как у нас поросенок. И сейчас я схожу, возьму органайзер от низанки. И мы вместе с вами перевесим сразу ниточки на органайзер. Потому что я буду использовать низанку. На низанке мне удобнее. Итак, закончила я размещать ниточки на органайзере. Все ниточки я разместила, кроме цвета номер 3. И так как его очень много, я разместила вот себе совсем немножечко. Все остальные пока ниточки оставлю на органайзеры из набора. Напоминаю вам, что эту вышивку я буду размещать на подставке. В общем-то, и подтолкнуло меня на покупку этого наборчика больше даже то, что у меня осталась такая вот подставка. И мне очень хотелось, чтобы она у меня была задействована. Так как эта вышивка, как вы видите, находится у нас на... Ну, такой у нее плоский низ. То есть не вырезаются лапки. Соответственно, вот как бы подставку будет не видно. Саму вот эту штучку, да, палочку. Поэтому я решила, что да, в общем, сделаю такую свинюшку, копилочку замечательную. Чем мы с вами сейчас займемся? Я уже подготовила себе маркер для работы. Так, это все я пока сложу. И мне нужно разметить канву. Я ее размечаю такой обычной гелевой ручкой. Да, она не совсем хорошо удаляется, но все-таки на предыдущих работах ее не осталось совсем видно. Поэтому буду продолжать размечать. Мне так удобнее. Найду сейчас линеечку. Размечу вышивку и приступлю к вышивке передней части. Эту неделю буду вышивать эту вышивку. Вот, на следующей, наверное, приступлю еще к одной работе. Но это вы узнаете уже чуть-чуть попозже. Так что буду держать вас в курсе событий. Сейчас я все размечу, приступлю к работе и в дальнейшем покажу вам свои продвижения. Вот. Так что мы с вами все открыли, посмотрели. Вдруг кому интересно, может кто-то тоже захочет себе приобрести перед Новым годом такую миниатюрку в подарок кому-нибудь вышить. Друзья, увидела тут на работе вышивку. Представляете? И решила для вас заснять. Вот такая вот интересная, мне кажется, работа. И вот еще один экземпляр. Тоже достаточно любопытный. Такая, знаете, старина-старина-старина. Сегодня у меня среда. И для начала я вам покажу, сколько я навышивала в своей вышивке от МП Студия. Жар-птица. Вот у меня уже мордашка появилась у этой свинюшки. На самом деле я вышивала не все три дня, но вот сколько мне позволило мое время. Как-то так получается. Очень симпатично. Мне нравится. Сегодня продолжу. Ну, а сейчас я хотела вам показать вот такой вот наборчик, который мне привезли с Украины. Конфетти. Здесь написано, что он 2013 года выпуска. И, насколько я понимаю, это производитель Новослобода, если верить тому, что здесь у нас написано. Давайте его откроем, посмотрим. Мне просто любопытно, потому что такой старый наборчик. Здесь уже все такое подуставшее. Так, вот сняла я пакетик. И здесь у нас что-то такое интересное. Давайте-ка посмотрим. Ниточки, номера ниток и бисер. На запаянном поле пакетика. С бисером выбит номер цвета. На запаянном поле. Не поняла. А, да, здесь выбит номер цвета. Все, вижу. Смотрите, образец нити для вышивания бисером. Прикольно. Интересно, матовый какой-то бисер. Итак, бисер. Раз, два, три, четыре, пять цветов. Ниточки. Развешены они на органайзере. Ну, посмотрим, что это такое. Так, дальше. Упаковщик. Нитководеватель такой самый простой. Две рекламки. Такие. Так, ну и самое интересное. Конва. Конва, 14-й каунт. Что-то тут такое, она прямо, смотрите, степлером приделана. Первый раз такое вижу. Две ниточки. Схема. Ну-ка, ну-ка, сейчас я вам покажу немножко и посмотрю сама. Полный крест. Так. Мне нравится, что на схеме у нас выделены места пстыковки. Так. А где же у нас бисер вышивается? Так. Сколько цветов? Полный крест. Не понимаю, во сколько. Давайте посмотрим здесь. Здесь что у нас с вами находится? Вот. Любовь. Мне кажется, выцвело изображение. Смотрите-ка, подводный мир. Похоже на доме чем-то. Или дом. Конва белая. Давайте почитаем. С нанесенным фоновым рисунком. Аида, 14. Где нанесенный рисунок? Нет нанесенного рисунка. Странно. Нитки для вышивания пальмира, бисер, славянска, буса. Город Харьков. Ага. Ну что же. Не написано, какая канва. Сейчас я здесь посмотрю. Вышивка бисером в одну нить. Вышивка креста в три нити. Ооо, в три нити. Ничего себе. Ну ладно. Что же делать-то? Не знаю, когда я доберусь до этой вышивки, буду я вышивать на этой канве или нет. Если честно, мне эта канва абсолютно не нравится. Она, не знаю, насколько вам видно, она как будто не хлопковая, а какая-то жесткая. В общем, она мне не нравится. А какие хоть размеры-то у нас работы? Где-то было написано? Что-то я... По-моему, нет. А, 21 на 29. Немаленькая. Немаленькая вышивка. Ну, в общем, человек, который мне подарил этот набор, он очень хотел меня порадовать. Поэтому набор обязательно будет мной вышив. Может быть, даже придется немножко планы свои переиграть. И прям в ближайшем-ближайшем будущем за него взяться. Много здесь бисера. Интересно, как это все будет получаться в результате. Красивые ниточки. Ниточки пальмира я никогда не видела. Ну, посмотрим. Бисер тоже симпатичный. Разнообразный. Много черного. Посмотрим. Посмотрим. Я с вами поделилась. Мне очень было интересно посмотреть, потому что наборчик достаточно уже такой давнинишний. И сразу было видно, что он уже давно ждал часа, когда его кто-нибудь приобретет и вышит. И это буду я. Такие вот милые лягушата. Какие цвета приятные. Как-то так. Ну что, друзья, я сегодня продолжу вышивать свою свинюшку. И завтра покажу вам, или сегодня вечером, свои продвижения. 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 Сегодня у меня уже суббота. Я приступила к вышивке второй части игрушечки. Вот сейчас у меня такие результаты. Такие продвижения. Вышиваю потихонечку. На эту неделю всю я опять проболела. Видите, даже нет времени сходить на маникюр. Но схожу в понедельник. Вот. Поэтому буду-буду вышивать. Не знаю, удастся ли мне на этой вышивальной неделе закончить эту вышивку. Хотя бы вторую часть. Может быть, частично как-то вышить. Нравится мне эти игрушечки. Вышиваются легко. О, это пока что самая простая из всех, которые я вышивала. Вот. Но покажу вам чуть-чуть попозже, какие у меня будут продвижения. Что еще я осилю. Вот так вот. А сейчас пойду заниматься домашними делами. И сегодня я еще пойду в театр вечером. Такие вот планы. Но, может быть, расскажу вам попозже. Итак, мне посчастливилась возможность посетить театр имени Моссовета. Постановку «Великолепный рогоносец» Нины Чусовой. Главной роли Павел Деревянко и Юлия Хлынина. И это кадры из музея театра некоторые, которые я для вас засняла. Прекрасный спектакль. Всем советую. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 так сегодня у нас суббота 10 число день вышивальщицы всех поздравляю с ним вышивальщицы девочки пусть у вас будет побольше свободного времени на любимое хобби а я вам показываю вот я до вышивала обе половинки свинюшки сейчас буду вырезать и потом буду сшивать покажу вам чуть попозже результат итак друзья сегодня у меня уже понедельник осенье число 12 12 ноября и я заканчиваю эту серию о вышивке вот данного наборчика от фирмы жар птица но в общем не буду я тянуть и покажу вам сразу готовый результат вот такая вот свинка у меня получилось я ее оформила внутрь я так вот наверное лучше видно добавила немножечко наполнителя и шила таким вот образом такая вот свинка у меня получилось она будет подарена на новый год вот надеюсь что тот человек которому она предназначается не посмотрит это видео очень надеюсь но в общем вот такая вот малышка получилась действительно малышка вышивалась она очень просто проще чем мне кажется остальные вышивки которые я делал от фирмы жар птица сейчас я немножко поменяю ракурс и еще вам расскажу пару слов и так вот такой вот ракурс я нашла для того чтобы показать вам еще раз работу как-то так со всех сторон очень миленькая вышивка вот именно миленько вы видите по сравнению с моей рукой что она совсем небольшая в общем то в работе она была абсолютно не сложная мне очень понравилось и я думаю что время еще есть те кто хотят сделать такого рода подарок рукодельный своим знакомым или родственников на новый год у вас еще есть время вы еще можете смело успеть подготовить свой подарок новому году и немножечко вам сейчас покажу остатки ниточек все ниточки остались абсолютно все в том числе и белый цвет видите с запасом нам спасибо производитель в наборчик их вкладывает что я использовала в работе я использовала в работе вот такой вот текстовый делитель для того чтобы выделять схему и в этот раз я даже не выбросила все материалы которые нужны были для того чтобы понять как сшивать работу потому что если вы наблюдаете за моим каналом то вы знаете что я купила вот эту подставочку для того чтобы первоначально на нее разместить единорога в общем с единорогом не срослось и поэтому подставочка у меня осталось и я вот стала думать как ее использовать поэтому я внимательно изучила вот такую вот инструкцию о том как сшивать набор и также была вложена небольшая совсем инструкция о том как в общем то сделать так чтобы вот этот нижняя часть у нас находилась по центру сколько клеточек отступить если вам захочется оформить таким образом работу то вы я уверена что изучите этот материал и также с ним справитесь давайте сравним с вами быстренько заявленную картинку этот результат который получился у меня мне кажется что в принципе они очень друг с другом похожи результат очень похож на то что у нас на превью изображено по крайней мере в жизни я вот прямо вижу один в один попадание и это замечательно задняя часть кстати этой свинки тоже очень миленькая еще раз вам покажу посмотрите какая милашка ну вот друзья на этом я буду заканчивать свое видео спасибо что вы провели со мной эту неделю или я даже уже не знаю сколько у меня две недели получится может быть чуть побольше чем неделя я желаю вам творческих успехов обязательно приступлю в к съемке следующего видео и соответственно возьму что-нибудь следующее может быть даже новенькая работу ну что же еще раз всем спасибо спасибо за внимание и всего вам доброго пока пока